Приветствую! Сегодня рассмотрим еще одну новинку Kix G1 5W40. Масло получило новый стандарт APS N+. Вообще, если заметили по моим обзорам, в мире сейчас происходит тотальная смена масел APS N на APS N+. Просто повально все бренды меняют масла на новый стандарт. Я уже, наверное, в сотый раз это говорю, как попка-дурак. Но об этом обязательно нужно сказать для новичков. Разница в том, что в новый стандарт добавили детергент на основе магния, моющую присадку, частично заменяющую кальций. Это позволяет снизить вероятность поломки двигателей из-за эффекта LSPI, преждевременного воспламенения смеси в цилиндрах. Вообще, Kix благодаря повсеместной рекламе стал очень популярен среди автолюбителей. Все спрашивают про него, как он по качеству. Ну вот давайте и поглядим. Еще одна новинка, Kix G1 5W40 с новым стандартом APS N+. Тоже свежак, апрель 2019 года. Сделано в Корее. Масло имеет спецификацию APS N+, и рекомендуется в бензиновые двигатели с прямым впрыском, а также в обычные двигатели с распределенным впрыском. ИК-спектр Фурье показывает график, как будто в масло добавили минералку. А на банке у нас написано Fully Synthetic. Давайте откроем паспорт безопасности на это масло. В нем указано, что масло состоит из гидрокрекинга. В общем, не сходится. По ИК-спектру одно, по заявлениям производителя другое. Но это не обязательно брак или обман. Я думаю, дело вот в чем. Здесь присутствует вторая группа гидрокрекинговых минеральных масел. Поэтому ИК-спектр показывает такой график. GS Caltex как раз производит такие базовые масла под названием KICKS LUBO. Во всяком случае, дальше по лабораторному анализу мы увидим, что простой дешевой минералки в масле действительно нет. Почему? Потому что тогда неизбежно растет содержание серы. А у нас сера, наоборот, очень низкая. Вот этот лабораторный анализ. Давайте его опишу. Щелочное число у KICKS среднее. Всего 7,4. Это говорит о том, что щелочных свойств хватит на разумные интервалы смены. На вроде 5-7 тысяч километров в городе. В тяжелых условиях. Это масло-середнячок. Щелочного числа достаточно, чтобы поддерживать двигатель в чистом состоянии. Но затягивать на нем по 10-15 тысяч километров не стоит. Вязкость при 40 градусах равна 98. А при 100 градусах равна 15,45. Масло очень густое по базе. Сразу относит его в разряд не экономичных, но крепких сороковок. Оно даже среди других 5W40 очень густое. Тут есть как плюсы, так и минусы. Это хороший вариант для двигателей с обильным угаром. Или двигателей, испытывающих тяжелые нагрузки. Но температура застывания всего минус 36. Не мудрено. Производитель замешал масло густой вязкости. Что неминуемо сказалось на низкотемпературных свойствах этого масла. Кикс можно использовать в европейской части России при зиме до минус 30 Цельсиев. Если у вас чуть ниже, например, минус 32, не советую на нем запускаться. Оно к этому моменту должно сильно густеть. Потому что температура застывания уже где-то рядом. Минус 36. Нужно отметить, что производитель на сайте указывает температуру застывания минус 42. Почему так? Не знаю. Содержание серы очень низкое. Всего 0,200%. Простой минералки в составе точно нет. Это гидрокрекинг. И он хорошо очищен от серы. Зольность сульфатная существенно снижена по сравнению с предыдущими версиями этого масла. Это хорошее изменение меньше отложений на клапанах. Особенно это важно прямо впрысковым моторам, у которых впускные клапана не омываются топливом. Пакет присадок на первый взгляд очень скромный. Только фосфор и цинк, как противоизносная присадка. До кальций плюс магний, как моющая присадка. Все. Молибдена почти нет, бора нет. Мало. И ведь это совершенно новый пакет присадок. На нем делают экономичные масла 0,20. Как так? Такого не может быть. Я думаю, что модификатор все-таки есть. Просто он органический, его не видит наш анализатор в лаборатории. Сейчас без модификаторов трения редко обходится. Тем более в новых стандартах APS N+. Вывод. Масло-середнячок. Его минусы. Это высокая вязкость и в связи с этим невыдающиеся низкотемпературные характеристики. Также ввиду высокой вязкости страдает экономичность. Но из этого исходят плюсы. Это масло хорошо зайдет двигателем с угаром. Потому как это густой, чистый гидрокрекинг. Подойдет отечественным автомобилям, испытывающим тяжелые нагрузки. Грязи, подъемы и так далее. Это вазы, уазы, нивы. У Кикса невысокая зольность сульфатная. Что делает его подходящим не только во впрямо впрысковые моторы, но и в двигателе, работающие на газовом топливе. Оно прямо идеально вписывается в моторы на шамарок с установленным газобаллонным оборудованием. Цена этого масла 1200-1400 рублей за 4 литра. Можно назвать его бюджетным. Если кто-то заинтересовался этим Кикс, в принципе, могу сказать, что масло нормальное. Своих денег оно стоит. Ну а в следующий раз давайте рассмотрим другой Кикс. G1 0V20. Масло для современных японских и корейских автомобилей. Экономичная двадцатка с современными требованиями о PSN+. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok